Экспериментальный журнал, можно взять, когда-то расскажете, когда я сам буду рассказывать, это одна. Вот, собственно, Тейлс Магазин, следующий должен был быть выпуск Ханцель и Гретель в августе 2004 года. Это был первый, первая часть, второй журнал, то есть до этого уже был. Сам проект возник в Лондоне, значит, мое имя здесь указано. Вот, собственно, ну, то есть там несколько вариантов написания. Журнал экспериментальный, то есть здесь переосмысление происходит текстом, творческими людьми, то есть это как поэты, так как фотографы, художники и прочие творческие личности, то есть фактически тут смесь профессионалов, непрофессионалов, то есть сам факт, что кого это могло заинтересовать. Я сделал несколько иллюстраций, вот эту одну из которых учили, то есть изначально мотива коммерческого не было, просто потом я доделал полностью всю серию, превратив ее в серию иллюстраций, вот, а эта была опубликована. Следующая иллюстрация была уже вот здесь, вот, ну вот, вот таким образом, то есть все здесь можно посмотреть, то есть тут действительно есть какие-то, какая-то проза, вот, переосмысление, ну, то есть как-то это кто-то, ну, не знаю, как это, это, в общем-то, именно свойственно британцам, такой концептуализм, вот, надо смотреть, читать, ну, тут какие-то псевдокомиксы даже есть, вот. Ну, понятно, все, спасибо. Пожалуйста. Нормально? Ты сейчас снимал? Естественно, все запечатлено. Можно только о повороте, можете и про... Да, про повороте расскажу, да. Про луча. Да, а вот тоже, там вот написано, что это Корея. Правильно, да, Северная Корея. Северная Корея, да. Какое отношение имеешь? Вы спрашивали, какая корея, Южная или Северная? Северная, да. Северная. Да. А я думал, Южная. Ну, тоже, тоже все говорят, наверное, Южная. Ну, да. Нет, нет, нет. Ну, собственно, вот это вот изображение, вид сверху на город Мадельный, где на повороте родился и жив. Он вот здесь многократно на этой площади, рядом с этой церковью, выступал. Даже в городе Радмай. Вот, собственно, обложка, такой калаш. Это из серии «Великие люди». То есть это была целая серия, которая там издавалась, это как музыканты, ученые, математики, там, не знаю, физики. То есть я, по-моему, там, Эйнштейн был, музыканты, там, ну, парадово. То есть называлось «Великие люди». Полностью по иллюстрированному мной. Ну, отчасти дизайн, например, сделан тоже, получается, совместно со мной. Ну, то есть там, как издатели какие-то рекомендации свои рассказывали. То есть, ну, или, наверное, я заставку сделал. Вот это вот с медалью, да, с Голдой. По иллюстрациям, на первой иллюстрации это поворотики в детстве. С пяти лет он белый, ему ставили на стол, с пятилетним ребенком. И все ему аплодируют, и таким образом в нем появилось некое чувство, помимо того, что у него развивались вокальные данные, он еще прям с детства привык, что... Чувство стола появилось. Да, да, такое поставленное, знаешь, вот он уже знал, как себя вести, что сейчас он будет аплодироваться, то есть такое. Он очень любил играть в футбол, и с детства мечтал стать вратарем. В общем-то, его мечта, она так и всю жизнь с ним оставалась. На одной иллюстрации здесь, в конце у него происходил выбор. Вот, собственно, тут с отцом разговор шел, что в ответ с ним будет. Знаешь, нельзя, если на два стула одновременно ты уж выбирай, либо пейте, либо футбол. Но, тем не менее, поворотик потом выступал на стадионах, причем с такими же этинорами, которые очень любили футбол. И футбольные стадионы были, что интересно. И собирались в полные стадионы, где они пели. То есть такое вот интересное совпадение. Он пел с отцом изначально в хоре церковном. Ну, это, кстати, у многих тоже, у вокалистов такая судьба. Ну, здесь, собственно, иллюстрация, он семейный совет, где, конечно, в Италии очень кланусь сильна. То есть семья его всегда очень поддерживала в его выборе. Здесь он берет первые новые уроки музыки у своего учителя. Ставит голос. Вот здесь одна из первых его наград, вручения награды. Ну, я вот просто по тексту, к большому счету, текст для детей пяти лет. Книжка для детей пяти лет. И текст очень краткий, мало информативный, но в основном дающий какие-то ключевые моменты. В общем, даже в большей степени они, как бы, иллюстрация с текстом совпадает практически, читается. А молодого поворота ты сам выдумывал? Конечно, практически фотографий нет, но я пытался что-то найти там в интернете, есть какие-то его сайты. Много мне предоставляли, вот я просил что-то, да. Ну, конечно, возможности непосредственно связаться с семьей не было, соответственно, поэтому приходилось выдумывать. Это он поет в «Богемии». Ну, вот, собственно, здесь, это была она из афиш. Вот, это его выступление на телевидении. Кстати, выполнял иллюстрации акрилом, то есть, один из первых опытов выполнения иллюстрации акрилом. Ну, то есть, свои есть нюансы, конечно. То есть, после монументальной, конечно, делать небольшие работы акрилом оказалось не очень просто. Это Аида. Вот, в Сиднее, по-моему, это как раз. Вот, здесь в нем, как будто, интервью. Ну, на мой взгляд, конечно, не все иллюстрации равнозначны. То есть, может быть, какие-то удачные поживости, но не на этом, наверное, нравится, да. То есть, с Китаям, например, поет. Ну, вот. Вот, так-то, с, как раз, с тридионом. Вот это такая, такие акции, которые многократно проводили, они чаще были, были благотворительные поворотики и друзья. Вот, собирались деньги, друзья, ну, я помню, там, порядка пятидесяти, там, или даже ста человек. Ну, непосредственно здесь я заморожал, то есть, там, известные, ну, пресцы, известные люди взяли, подавали, ну, удали, по-моему, на сорта. Это, так называемая, была тестовая иллюстрация, то есть, с нее я начал делать эту книгу и взялся, да, ну, то есть, там, издательство меня принимало, таким образом, работают, была тестовая работа. Она потом участвует еще в выставках. Вот, здесь он непосредственно поет «Ля Скалла». Ну, ну, тоже в одной из опер поет. Ну, это, наверное, конец, вот, это будет Магану. Вот, вспомнил, не знаю, может, места, может, нет. Когда я эту книжку поражировал, приходит художник, такой, говорит, о, «Ля Скалла», да, он идет, а я тоже «Ля Скалла» пел. Вообще-таки, правда? Говорит, да, говорит, зашел в ход и спел. Вот так. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...